первая половина 19 века сразу же после завершения русско-турецкой войны разгромом османской армии воспользовалась франция которая в 1830 году оккупировала алжир на этом проблемы османской империи не закончились так как от нее в 1831 году откололся самый могущественный вассал мухаммед али египетский султан попытался призвать своего вассала к покорности военной силой но мухаммед али не только разгромил направленные против него османские войска но и стал готовиться к захвату константинополя ситуацию как ни странно спасла российская империя который за помощью обратился султан махмуд 2 в 1833 году на берега босфора был высажен десятитысячный русский корпус так как перспектива воевать с российской империи мухаммеда али не радовала он согласился на переговоры с османским султаном после того как опасность захвата константинополя силами египетского паши миновала между османской и российской империями 26 июня 1833 года был заключен договор о дружбе и оборонительном союзе империи обязывались поддерживать друг друга если одна из сторон договора начнет войну с третьими странами особо важным пунктом договора было то что османская империя в случае войны российской империи с третьими странами обязывалась закрыть проливы для иностранных военных судов в то время как российские военные суда могли проходить через проливы как в мирное так и в военное время таким образом российской империи удалось мирным путем получить свободный доступ средиземное море несмотря на то что этот пункт договора был секретным о нем сразу же узнали все заинтересованные государства особое недовольство подписанным договором выражали в париже и в лондоне так как договор был подписан всего на 8 лет послы англии и франции приступили к активным действиям чтобы исключить вероятность создания союза между османской и российской империи за несколько лет до завершения действия упомянутого договора очень кстати напомнил о себе египетский паша мухаммед али в 1839 году он возобновляет боевые действия против османской империи и 24 июня разбивает направленные против него османские войска в этот раз число защитников османской империи существенно увеличилось на ее сторону помимо российской империи стала англия австрия и пруссия уже 15 июля 1840 года в лондоне была подписана конвенция которая гарантировала потомка мухаммеда али право наследовать власть над египтом но при этом он должен был вывести свои войска из ливана и сирии а также признать над собой формальную власть султана мухаммеду али эти условия не понравились но после того как англо-австрийский флот блокировал дель тунила а десант штурма взял акру он понял что условия лондонской конвенции довольно выгодны 13 сентября одна тысяча сорок первого года истек срок действия договора о дружбе и оборонительном союзе между российской и османской империями и в этом же году подписывается лондонская конвенция о проливах которая запрещала военным кораблям иностранных государств проход через проливы в мирное время после подписания этой конвенции российская империя лишилась свободного доступа в средиземное море а британская и французская империи стали контролировать внешнюю политику османской империи в этот период на балканах продолжалась борьба православных народов за независимость и император николай первый начал строить планы по отделению балкан от османской империи планы российской империи по отделению балкан не нравились не только османом но и британской империи дело в том что воспользовавшись слабостью османской империи еще в 1838 году британская империя навязала султану договора свободной торговли который освобождал все английские товары от пошлины сборов этот договор привел практически полному уничтожению османской промышленности из-за чего османская империя оказалась в экономической и политической зависимости от британской империи таким образом англии было просто не выгодно отделение каких-либо территорий от османской империи проблема заключалась в том что обладая мощным флотом англия обладала довольно посредственной армии прекрасно понимая что остановить российскую армию совместными усилиями британской и османской армии не получится англичане спешно занялись поиском новых союзников для противостояния российской империи основным союзником англии стала франция так как у наполеона третьего сложились довольно плохие отношения с николаем первым а также потому что существенная часть французского общества желала реванша за поражение наполеона также в коалицию против российской империи англичанам удалось привлечь сардинию которая не имела никаких претензий к российской империи но согласилась на участие в противостоянии с россией в обмен на помощь в объединении италии которую пообещала британская империя формирование антироссийской коалиции не было секретом для николая первого предстоящем противостоянии он надеялся на помощь австрийской империи которой летом 1849 года русские войска помогли подавить венгерскую национальную революцию так как именно помощь россии позволила австрийской империи сохранить свою территориальную целостность николай первый рассчитывал что франц иосиф будет на его стороне надежды николая первого не оправдались так как австрия не только рассчитывала получить контроль над дунайскими княжествами но и опасалась появлению на балканах независимых государств которые могли бы стать угрозой для ее территориальной целостности пруссия свою очередь не претендовала на контроль над дунайскими княжествами балканами или средиземноморскими торговыми путями но перспектива чрезмерного усиления российской империи за счет получения контроля над проливами и балканами ее не радовало поэтому пруссия решила занять нейтральную позицию очередная русско-турецкая война как ни странно началась из-за конфликта между францией и российской империи за контроль над храмом рождества христова дело в том что наполеон 3 пришел к власти благодаря папе римскому поэтому он пообещал защищать интересы римской католической церкви в это время ключи от храма рождества христова были в руках православной церкви и наполеон 3 потребовал передать контроль над храмом католическим священником ссылаясь на договор с османами от 1740 года который давал франции право контроля над христианскими святыми местами в палестине николай 1 категорически отказался передавать ключи от храма католикам ссылаясь на мирный договор с османами от 1774 года который давал право российской империи защищать интересы христиан в османской империи османский султан оказавшись между молотом и наковальней пообещал контроль над храмом как россии так и франции уловка султана была раскрыта летом 1852 года французы решили действовать и после того как французский линейный корабль оказался под стенами константинополя султану пришлось отдать ключи от храма католическим священником узнав о действиях султана николай 1 воспринял их как личное оскорбление и приказал начать сбор войск на границе с османской империей 16 февраля 1853 года в константинополь прибыл князь меньшин с целью заключение с османской империи договора о том что святые места в палестине будут переданы под контроль элладской церкви а российская империя установит протекторат над 12 миллионами христиан которые проживали в османской империи узнав о требованиях меньшикова наполеон 3 направил французскую эскадру в эгейское море чтобы не допустить их выполнения в конфликт вмешался английский посол в константинополе который убедил османского султана удовлетворить российские требования лишь частично обещая поддержку случае начала войны таким образом османский султан абдул меджид лишь признал права греческой церкви на святые места но при этом отказался признавать протекторат российской империи над христианским населением узнав о несговорчивости султана николай 1 1 июня издает меморандум о разрыве дипломатических отношений с османской империей и приказывает армии занять дунайские княжества английское правительство в ответ на действия российской империи направила свою эскадру в эгейское море которым уже находился французский флот 21 июня русские части вступили в дунайские княжества так как османы не оказывали никакого сопротивления русская армия оперативно занимает молдову а 3 июля вступает столицу валахии город бухарест так как пруссия отказалась встать на сторону англии и франции в их противостоянии с российской империей австрия опасалась вступать в этот союз без пруссии поэтому министр президент австрийской империи карл боль составил проект ноты которая должна была помочь избежать начала военных действий эта нота 31 июля 1853 года была согласована с послами франции и англии данный документ закреплял преимущественные права православной церкви на святые места в палестине а также предоставлял российской империи формальное право на протекторат над православным населением османской империи в обмен на вывод российских войск из дунайских княжеств было принято решение отправить ноту российскому императору и в случае его согласия отправить ее османскому султану николай первый согласился и тут в дело вступил английский посол в константинополе он убедил султана отклонить ноту и лично составил новую ноту которая была отправлена российскому императору в принципе составленная английским послом нота по существу совпадала с венской ноты но следует отдать должное английским дипломатам так как они рассчитали все правильно дело в том что николай первый являясь правителем самой сильной державы того времени мог принять ноту от других великих держав но при этом ноту от османского султана которая обладала практически таким же содержанием что и венская нота он принять не мог к октябрю 1853 года русские части занявшие валахию молдову были разбросаны вдоль дуная для защиты границы дунайских княжеств к этому моменту османы смогли собрать 150 тысячную армию под командованием умер паши османские войска были размещены в окрестностях шумлы и адрианополя надеюсь на военную помощь англии и франции 27 сентября умер паша извещает князя горчакова который командовал русскими войсками в дунайских княжествах о том что если через 15 дней его части не покинут валахию молдову то османы начнут атаку конечно же горчаков не планировал выполнять требования омера паши и русские части остались дунайских княжествах 20 октября десяти тысячная османская армия переправилась через дунай поблизости отселения олькеница и начала спешно укреплять позиции чтобы организовать плацдарм 22 октября к османским позициям подошли русские войска под командованием петра данненберга общей численностью около 6000 солдат завязалось сражение в ходе которого русским частям удалось выбить осман из укрепленных позиций и оттеснить их берегу дуная при этом данненберг решил что удержать занятые османские укрепления под огнем с правого берега он не сможет и отдал своим частям приказ начать отступление османы в свою очередь также отступили на правый берег дуная в это время в бухте синопа под защитой 6 береговых батарей османы собирали флот чтобы совершить высадку десанта поблизости от сухума и поти 11 ноября 1853 года синопской бухте подошла русская эскадра под командованием нахимова и блокировала порт 16 ноября нахимов получил подкрепление в виде эскадры под командованием новосильского было принято решение атаковать флот противника двумя колоннами и по возможности постараться завладеть османскими судами атака началась в 9 30 утра 18 ноября спустя некоторое время османы начали вести огонь из всех орудий по атакующим русским кораблям линейный корабль императрица мария находившийся во главе построения подвергся мощному обстрелу и был серьезно поврежден но несмотря на это он двигался вперед и став на якорь поблизости от османского фрегата а у не аллах начал вести огонь в скором времени не выдержав обстрела команда фрегата а у не аллах выбросила свой корабль на берег также императрицы марии удалось поджечь фрегат по зле аллах который также выбросился на берег после того как два османских судна были выведены из строя линкор сосредоточил свой огонь на 5 береговой батареи в это же время линейный корабль великий князь константин став на якорь вывел из строя два османских фрегата и сосредоточил свой огонь на 4 смазкой батареи линейный корабль чесма за это время успел вывести из строя третью османскую батарею а париж линкор старался не отставать от своих собратьев во время боя он сумел вывести из строя два османских фрегата и один корвет и сосредоточил свой огонь на 5 батареи сражение развивалась довольно успешно и к 13 часам 30 минутам российской эскадре удалось подвить все береговые батареи а османские суда были охвачены огнем и один за одним начали взрываться историки сходятся во мнении что часть судов была подожжена не русским огнем а их командами единственным османским кораблем который смог покинуть синопскую бухту и уйти от преследования был парохода фрегат таив существует две версии о том как именно это произошло по одной из версий корабль покинул бухту когда сражение подходило к концу и большинство османских судов уже горели капитан этого корабля яхья бей ожидал от султана награду за спасение судна но вместо этого был уволен со службы так как султан заявил о том что лучше бы корабль с честью погиб в бою по второй версии командовал кораблем британский офицер слэд которому удалось выскользнуть из синопской бухты в самом начале сражения 12 ноября 18000 османская армия перешедшая наступление на кавказе была разбита 7000 русским корпусом поблизости от крепости охолцых после одержанной победы русские части переходят в контрнаступление и 19 ноября десяти тысячный русский корпус под командованием князя бебутова сталкивается с 36000 османской армии поблизости от селения башка-де-клар в результате кровопролитного сражения османская армия потерпела поражение после этого османы прекратили попытки наступать на кавказе а русская армия занялась укреплением оборонительных позиций 22 декабря 1853 года английская и французская эскадры вместе с дивизией османского флота вошли в черное море 25 декабря 18000 османский корпус атаковал отряд полковника баумгарнета численностью в две с половиной тысячи солдат который располагался поблизости от селения читате несмотря на подавляющее численное преимущество османам не удалось сломить сопротивление русских а после подхода подкрепления под командованием генерал-майора бельгарда османы понеся серьезные потери были вынуждены отступить до конца 1853 года османы предприняли еще ряд попыток переправиться на левый берег дуная но все они оказались неудачны 17 января 1854 года франция выдвигает российской империи ультиматум и требует вывести русские войска из дунайских княжеств а также начать мирные переговоры с османами 9 февраля российская империя отвергает ультиматум и разрывает дипломатические отношения с англией и францией 15 марта британская французская империи объявляют войну российской империи николай 1 свою очередь обратился к австрийской империи пруссии с предложением соблюдать нейтралитет в предстоящем конфликте в это же время австрии и пруссия получают предложение от англии и франции вступить войну против россии пруссия и австрия не ответили на оба предложения а вместо этого заключили между собой договор согласно которому если российская империя в скором времени не выведет войска из дунайских княжеств то австрия выдвинет ультиматум который будет поддержан пруссии а в случае отказа российской империи от выполнения этого ультиматума их армии перейдут в наступление весной 1854 года к активным действием приступила российская империя русские части 11 мая переправляются через дунай и сломив сопротивление осман занимают крепости мачин исакча и тульча после занятия этих крепостей русская армия планировала продолжить наступление на силистрию но была вынуждена ожидать прибытия паскевича который был назначен главнокомандующим 10 апреля англо-французская эскадра начала бомбардировку одессы ответным огнем было повреждено 4 фрегата союзников после чего оставив несколько кораблей для блокирования одесского порта союзная эскадра покинула побережье паскевич прибыл в расположение русской армии 15 апреля но не спешил приступать к активным действиям лишь после того как николай 1 потребовал начать наступление русские части выдвинулись по направлению к силистрии паскевич во главе русской армии достиг окрестности силистрии 4 мая и приступил к осаде лишь 6 мая паскевич отверг план начальника инженеров шильдера который предполагал полное блокирование силистрии и приказал осадить лишь передовой форт крепости араб табия таким образом сообщение силистрии с рущуком и шумлой не было нарушено в мае османский корпус на кавказе получил подкрепление что позволило ему начать активные действия 12-тысячный османский десант высадился в абхазии планируя занять кутаиси и выйти в тыл русской армии на кавказе но сражение поблизости от селения не гаити он был разбит авангардом русской армии генерала эристова командующий османским корпусом был убит в бою остатки его армии бежали гору озургете где сосредоточились основные силы осман под командованием силимпашир узнав об этом русская армия под командованием андроникова выдвинулась навстречу основным османским силам сражение произошло на берегу реки чулоки десятитысячный русский корпус смог разгромить 34 тысячную османскую армию а также захватить ее лагерь вместе с 36 знаменами сам силимпаша с небольшим отрядом сумел покинуть поле боя и избежал пленения 8 июня русские войска под силистрии получают приказ снять осаду и покинуть правый берег дуная дело в том что австрия начала концентрировать армию на границах дунайских княжеств по этой причине чтобы исключить вероятность получения удара в тыл русской армии был отдан приказ покинуть дунайские княжества также в начале июня под варной высадился англо-французский десант численностью около 60 тысяч солдат десант начал движение по направлению к добруджи но из-за холеры начал нести серьезные небоевые потери сложившейся ситуации командование десанта приняло решение отказаться от наступательных действий на кавказе русские части продолжили наступление и 17 июля овладели крепостью боязет концу июля османам удалось собрать новую армию на кавказе численностью около 60 тысяч солдат под командованием мустафы зарифа в штабе осман находился военный советник английский генерал гюйон османское войско начало наступление с целью занятия александрополя перед тем как осадить сам город османский командующий принял решение разбить александропольский полк который стоял лагерем поблизости от селения кюрюк дара силы сторон к этому моменту выглядели следующим образом под командованием мустафы зарифа было 60 тысяч солдат 4000 из которых были вооружены нарезным оружием а также 78 орудий под командованием генерала бебутова было 18 тысяч солдат из которых нарезным оружием было вооружено не более тысячи а также 72 орудия османский командующий принял решение окружить и уничтожить русский корпус для этого он приказал начать наступление двумя колоннами правая колонна должна была овладеть горой караял которая господствовала над местностью и атаковать левый фланг русских в это время левая колона осман должна была атаковать правый фланг русской армии чтобы сделать свою армию более маневренной османский командующий приказал ночью 22 июля отправить часть обоза в карс наблюдая за движением османского обоза бебутов подумал что османы отступают и принял решение атаковать их на марше с тыла и фланга он оставил небольшой отряд для охраны собственного обоза и начал атаку всеми имеющимися силам совсем скоро бебутов осознал свою ошибку так как понял что османы не отступают а наоборот атакуют примерно к этому времени османским частям удалось занять гору караял понимая стратегическое значение этой горы бебутов направляют для ее захвата большую часть кавалерии и треть пехоты оставшаяся часть русской армии выстроилась в боевые порядки чтобы встретить осман которые наступали с фронта и пытались обойти правый фланг стремительная атака русских отрядов позволила не только занять гору караял но и обратить в бегство весь правый фланг османского войска после бегства правого фланга османа русские части занявшие гору нанесли фланговый удар центру османского войска османы которые знали о своем численном превосходстве не ожидали флангового удара и после непродолжительного боя центр османского войска начал спасаться бегством совсем скоро его примеру последовал и левый фланг осман отдельного упоминания заслуживает тот факт что именно в этом сражении были успешно применены установки стрелявшие неуправляемыми ракетными снарядами созданные инженером константиновым после разгрома осман русским частям открылась дорога на карс но бебутов не решился начинать осаду крепости так как понимал что его распоряжение недостаточно сил опасаясь атак союзного флота русское командование упразднило черноморскую береговую линию приказав защищать лишь сухум геленджик анапу и новороссийск воспользовавшись тем что русские части покинули дунайские княжества умер паша во главе османского войска вступил 10 августа в бухарест в это же время границу валахии перешла австрийская армия которой османы уступили контроль над дунайскими княжествами на этом первый этап крымской войны завершился о дальнейшем развитии событий вы можете узнать из следующего видео если вам понравилось это видео то обязательно подписывайтесь на мой канал будем разбираться в истории вместе